Это надо так делать. Молодцы. Вот это хорошо. Чтоб молодёжь у нас была трезвая. Жители домов на улице Герасименко только приветствовали старания молодёжи разрисовывать стены зелёной краской. Давай повыше я здесь окрашу. Давай. Меня больше будет смущать, если эта реклама будет на стенах. Подростки все это видят. Урбанистические объекты пишат разнообразием настенных росписей. Но даже среди безобидных каракуль можно встретить вполне себе негативные надписи, значение которых воспринимают только определённые лица. Целевая аудитория – молодёжь до 30 лет. Закраска подобных надписей регулярно проходит во всех районах города. Организаторами таких мероприятий выступает администрация Астрахани и региональное управление наркоконтроли ОМВД. Интернет-адрес реализовывал какую-то продукцию, промышленную продукцию или какие-то фруктовые овощи. Нет, то есть подобные интернет-адреса, к сожалению, они направлены на обовлечение населения в незаконный оборот наркотиков. К ликвидации надписей также привлекают представители молодёжных общественных организаций. В этот раз закраска прошла в рамках Всероссийской акции «Марафон добрых дел». С начала года активисты закрасили свыше 8 тысяч наркореклам. Опыта малярных работ молодёжи не занимать. Но распространители синтетики и спайсов тоже не дремлют. Придумывают всё новые слоганы и картинки, чтобы только сбыть свою продукцию. Получался тот факт, что на том месте, где мы закрасили, через неделю появлялась новая надпись. Где систематически появляются данные надписи, сотрудники правоохранительных органов ездят и курируют. Только за этот год региональное управление по борьбе с оборотом наркотиков направило более сотни обращений в Роскомнадзор, что в три раза больше, чем за прошлый год. Подозрительные интернет-адреса были закрыты. Рисовальщикам грозит административная ответственность за порчу фасадов и пропаганду наркотиков. Немалую роль в борьбе с распространителями наркотиков играют и сами жители домов, на которых псевдо-художники оставляют новые творения. Да руки надо отрывать. Вот и всё. Не нужны никакие данные о заявителе. Просто нужны сведения. Может быть, кто-то может фотографировать. Телефоны у всех есть. Активисты закрашивали рекламу наркотиков сегодня во всех районах города. Общими усилиями ликвидировали сотни надписей. Информацию о распространителях смерти в Управлении по борьбе с оборотом наркотиков принимают анонимно в круглосуточном режиме по телефону 400 015. Артем Лепёхин, Серик Намазбаев, Центр новостей.